Дистанционная образовательная платформа КМК СДО была разработана с учетом требований действующего законодательства по применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе с учетом методических рекомендаций, направленных в Министерство образования и просвещения от 19 марта 2020 года. Платформа, которую мы используем, не является уникальной и достаточно апробирована в крупнейших вузах Российской Федерации, а также за рубежом. Пример вузов перед вами, в том числе МГУ, использует аналогичную платформу, но, естественно, с корректирующими настройками. При разработке дистанционно-образовательной платформы мы преследовали несколько основных целей. Прежде всего, это доступность, доступность учебных материалов как для студента, так и для преподавателя. Возможность организации не только индивидуального обучения и контроля, но также группового обучения для преподавателей. Прежде всего, это было важно. Затем, наверное, самый сложный аспект реализации — это контролируемое обучение в условиях, когда преподаватель и студент не находятся в одной аудитории. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что даже когда мы выходим с занятия, то мы теряем контроль над студентами. То есть, как реализовать данную возможность и не потерять контроль о своеме учебных материалов — это была сложная задача, но нам удалось с ней справиться. С помощью данной платформы есть возможность отследить, сколько времени студент занимался на сайте, когда он входил, когда выходил, приступал ли он к освоению учебного материала и на каком этапе он был завершен. У преподавателей есть возможность получения отчетов о проделанной студентам работы с пошаговым выполнением и со всеми этапами. Такой же объем работ доступен и материалов для студента. В целях групповых работ есть возможность даже проектной работы, что достаточно удобно. Плюс на платформе оценивается и отображается взаимодействие каждого участника группы с учебным материалом, предоставленным преподавателем. На сегодняшний день настроено три основных вида взаимодействия — это студент, преподаватель и администратор дистанционно-образовательной платформы. Для преподавателя на платформе доступны размещение материалов, наблюдение процесса ознакомления студента с материалами, в том числе и в интерактивном режиме в онлайне, получение автоматизированных обработанных отчетов, что для нас достаточно важно, ведь мы все помним, как проверяют тестовые задания, пользуясь листочком, да, насколько и ошибки, и утомленность. То есть данная платформа предоставляет возможность получения обратного ответа в случае, если действительно один, два или короткий ответ на тестовое задание. Затем есть возможность получения аналитики и рейтинга студента по каждому материалу, что тоже мы считаем важным. Что для студента? Для студента самое важное — это получить доступ к учебным материалам, чтобы он был понятен, получить отзыв преподавателя в случае, если что-то не ясно. Такая возможность также реализована. И администратор образовательной платформы выступает в роли интегратора преподавателя и студента, оказывая консультативно-методическую поддержку, создавая новых пользователей, размещая учебные материалы, создавая программы по запросу преподавателей и администрации. Хочется отдельно отметить и развенчать некий миф, что дистанционно наши педагоги ничего не делают. Дали материал, разместили его и при этом сетят, наблюдают. Нет. На примере медицинского колледжа хочу сказать, что очень много преподавателей достаточно с высокой заинтересованностью, интенсивностью осваивают. Хотя для некоторых, конечно, не секрет. Это наш золотой запас, то есть те педагоги, которые имеют огромный методический и педагогический опыт. Но в силу объективных субъективных обстоятельств освоение информационных технологий, не говоря уже о дистанционном образовании, для них затруднительно. Тем не менее, хочу вам сказать, что это возможно в случае, если правильно налажена работа в образовательной организации по освоению соответствующей образовательной платформы. Перед вами пример оформления учебных материалов, так как достаточно важно, мы считаем, не только предоставить качественную информацию, но и чтобы она была эстетически приятна для восприятия. Это важно и преподавателю, и студенту. Вот вариант так называемого контролируемого обучения. Это образец контроля работ сайта. То есть преподаватель самостоятельно настроила, мы с вами видим, время прохождения данного тестового контроля. Самостоятельно настроила доступность. То есть вы видите, что 8 апреля тест был доступен. И время, которое затратил каждый студент. И перед вами результаты по каждому варианту оценены вручную непосредственно на занятии. Вот также вариант оформления. То есть преподаватель в личном кабинете видит, сколько студентов уже сейчас освоили ситуационные задачи, либо занятия тестового контроля, что позволяет реализовать интерактивное взаимодействие и, возможно, напоминание студенту, вместе с автоматическими напоминаниями системы о том, что необходимо приступить к выполнению учебных занятий. Также есть возможность внесения поля для отзыва. Допустим, студент получает отметку не «отлично», а «4». На занятии очном у нас есть возможность сразу объяснить, по какой причине была предоставлена ниже высшего балла. На дистанционном образовательном сайте такая возможность реализована, видеоотзывы, комментарии. То есть студент увидит, по какой причине была снижена, либо наоборот повышена, либо похвалы. То есть любой возможностью можно использовать это. И вот перед вами вариант настройки ограничений доступа по времени. То есть вот указано время проведения занятия, полтора часа рассчитано, и указана доступность данного задания в рамках полуторачасового занятия. То есть преподаватель распланировал объем учебной нагрузки в соответствии с технологической картой учебного занятия таким образом, чтобы на каждое задание отводилось определенное время. Это нам всем с вами прекрасно знакомо. На выполнение данного задания преподаватель выделил 12 минут. Что это означает? Это означает, что если данное задание запланировано к выполнению в 13.15, то доступ к нему студент получит в 13.15, и в течение 15 минут у него будет возможность освоения данного учебного материала, либо получи предоставление ответов. По истечению указанного времени доступ к группе закрывается, и дальнейший доступ может быть гибко предоставлен по запросу студентов с пояснением причины. По какой причине во время практического занятия студента не было возможности? Ну, то есть это объективная причина, либо субъективная. Тем не менее, мы говорим о том, что процесс контролируемый, и преподаватель имеет возможность ограничивать, либо разрешать дополнительный доступ. Личный кабинет студента. Мы с вами видим те учебные занятия модулей дисциплины, которые доступны для изучения студентов, оформлены преподавателями. У студента есть возможность посмотреть, какой процент от заданных на сегодня занятий они выполнили, ну и, соответственно, какой процент им предстоит. Также, можно не так красиво, но тем не менее подробно, есть возможность просмотреть так называемую зачетку. То есть, какие оценки уже получены, какие еще предстоит получить, и, возможно, по каким предметам есть проблемы. Также у студента в личном кабинете доступен блок предстоящих заданий. То есть, наши преподаватели планируют и указывают, что данное задание должно быть выполнено до 21 апреля. В этот же момент, как преподаватель создает это задание, у студента в личном кабинете, а также организована имейл-рассылка и рассылка на сайте, приходит сообщение о том, что для вас доступно к выполнению такое-то задание соответствующим текстом, который укажет преподаватель, если посчитает нужным. Что его необходимо выполнить с такими-то условиями, то есть, допустим, прикрепить файл. Что ответ необходимо предоставить на сайте. Либо, что ответ необходимо предоставить всей группой, причем дозированно каждый предоставляет свой объем информации. И, что самое важное, что ответ необходимо предоставить в определенные временные сроки. Перед нами пример, то есть, какие сроки студент должен изучить. Таким образом, на сайте реализовано так называемое электронное расписание и соответствие к календарно-тематическому плану. Перед вами пример оформления преподавателем ситуационной задачи, которая доступна для студента. То есть преподаватель решил указать, в каком формате необходимо предоставить ответ на сайте. Это делается с целью недопущения непонимания студентам задач по выполнению задания. В аудитории есть возможность поднять руку и спросить, скажите, пожалуйста, я правильно понял, мне нужно сделать так. На сайте такая возможность тоже есть, но если мы не запланируем оформление подобным образом материалов, в этом случае преподавателю придется отвечать, соответственно, 10, 20, 50 и так далее сообщений от студентов, либо же получать недостаточно качественные ответы, возвращать их на доработку. То есть это двойная-тройная работа. Мы с вами получаем хороший, качественный учебный материал, который понятен любому участнику процесса. Более того, при контроле такого уровня образования контролирующими органами можно зайти, посмотреть, действительно, мне понятно, как студент должен ответить. Соответственно, я понимаю, по каким параметрам я буду получать оценку за выполнение данного задания. Студенту доступны размещенные на сайте учебные задания. Мы с вами видим ограниченно. Это означает, что преподаватель реализует последовательное изучение, не просто волоком сбросил материалы, а, допустим, для того, чтобы к данному заданию, занятию номер 6, получить доступ, необходимо обязательно изучить занятие номер 1, 2, 3, 4 и 5. То есть процесс, который запланирован календарно-тематическим планом. На сегодняшний день у преподавателей есть возможность размещения материалов в виде текстового файла любого формата. Любой удобный. То есть кому-то удобен Word для ответов, кому-то удобен PDF, ну и все возможные веб-форматы также доступны. Есть возможность размещения презентаций, что немаловажно, мы считаем сохранением авторства. Потому что презентация — это все-таки интеллектуальный творческий труд педагога, либо группы педагогов. Достаточно обидно было бы, наверное, потом получить ее в поисковом запросе в интернете от имени какой-то другой организации. То есть на платформе соблюдаются авторские права. Скачать презентацию невозможно. Есть возможность только с ней ознакомиться, задать вопросы и проработать. Есть возможность размещения видео и аудиоматериалов. Особенно это важно для преподавателей, наверное, иностранного языка, когда есть возможность проведения, в том числе аудирования, контроля, освоения, произношения, ну и так далее. Есть возможность размещения электронных тестов совершенно разными вариантами ответов. То есть это может быть одиночный, множественный выбор на соответствие, вариант по типу эссе. В чем преимущество в автоматизации процесса выставления отметки. Есть возможность размещения видео уроков, так называемый интерактивный контент, с вплывающими табличками, со встроенными тестовыми заданиями, ну и так далее. Есть возможность размещения документов для групповой работы. То есть это пояснение, это страница, на которой будет указано, какой студент, в каком объеме, что должен выполнить, предоставить для зачета. Онлайн-лекция и на этапе разработки это веб-трансляция занятия. В чем отличие от скайпа и зума в контролируемости? То есть мы сейчас сталкиваемся с проблемой по скайпу, я думаю, что ничего нового не скажу, когда дети недостаточно воспитанны, отключают, выкидывают из беседы микрофоны и так далее. Данная трансляция полностью контролируется администратором. Ну и то, что можно взаимодействовать. Это актуальная рассылка информационная, деловая переписка, ВКС, ответы на персональные вопросы, то есть преподаватель проводит занятия, и непосредственно в режиме занятия есть возможность организации чата и переписки. Что нужно, чтобы развернуть такую платформу для организации? Не так уж и много. Наличие персонального компьютера, ноутбука у преподавателя, наличие собственного либо виртуального сервера ходитого пространства, у студента это наличие любой техники, которая поддерживает браузер, это персональный компьютер, платшет, телефон, ну и перечень нормативной документации, которая необходима в образовательной организации для того, чтобы процесс был в правовом поле Российской Федерации, в обязательном порядке. Это положение в дистанционном обучении в организации Крымский медицинский колледж, это положение разработано и регламентирует порядок применения дистанционных образовательных технологий. Обязательно должен быть приказ о перечне материалов, которые подлежат размещению дистанционной образовательной платформе, а также их формате. Обязательно дополнение в должностные инструкции функционал работников, чтобы они понимали, что действительно должны мы размещать и как мы должны работать с этой платформой. Приказ о присвоении аккаунтов студентов с целью обезличивания персональных данных и отсутствия проблем в будущем. Затем обязательно все инструкции о правилах работы для студентов, для преподавателей по размещению учебных материалов и взаимодействию между администраторами, преподавателями и студентами. И другие локальные документы на усмотрение организации. Благодарю за внимание. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин